Это заправка. Мы сегодня 13 мая 2016 года выехали. Показать, как проезжать. Вот КП. Смотрите, как КП выходит. С левой стороны КП. Там видно аэротрубы. Вот снимите, вывеску впереди снимите, аэропорт Павловск. Ну, у меня не знаю, как получится. Вот Павловск. Каменнообий аэропорт. Каменнообий вывеска пришла. Сейчас я поснимаю из города. Смотрите, какие дома. Вот Азия, Каменногорск, что бы написано. Вот. Это мы уже на выезде из города Барнаула. Всё. Вот отсюда буду говорить примеры километраж. Сколько до чего. Ну, сейчас дальше надево снимать не буду. Можешь закрыть. Я с этой стороны буду сейчас. Вот так идет трасса. Сейчас маленько поднимемся наверху. Я покажу там, наверное, радаром. Его видать, наверное, будет? Нет, отсюда не видно. А вот с высоты-то, может, видно будет? Я снимаю на правую сторону, на правую. Что здесь видно? При выезде. При выезде из Барнаула прям сразу. ЗКП. Вот так. Справа будет аэродром. Вот мы поднимаемся на возвышение. Может быть, даже что-то увидим. Немножко хотя бы. Ну, всегда прохладно дует. Видите, живет на дорогу. Вот. Ну, и далеко, вон там видно аэродром. Там уже аэродромная построена. Самолеты видать. Можно рассмотреть. Право снимают. Я хоть из Барнаула потеряю. Вот отсюда. Это как бы по Москве едет. Там самолеты видать. И даже видать самолеты. И даже видать самолеты. Вот. Впереди. Дальше будет. Кладбище. Смотрите. Это, наверное, Черницкая. Направо, вон там все это загорожено. Ограда. Видите, как за ней обнесены ограды. Это кладбище огородили так. Ну, лет, может, двадцать назад открыли его. И сейчас там город целый. Ну, рядом поля. Кладбище. Вот так. Машина несется тут. А тут недалеко от города. Только отъехали справа, если ехать на Павлоск. То есть на Потеревку. Кладбище. Красиво. Это поля распаханы будут. Приехали ново-михайловские. Субтитры добавил DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Это удобно очень Если кто не знает села, лучше в него не заезжать Там путаница большая будет А это вот вокруг объехал И все как надо Запоминать какие я показываю здесь надписи Субтитры сделал DimaTorzok Видите как мы проезжаем здесь Вот оно где Вот поворот на ребриху ПЛБ А там лево сейчас по кругу идут А там шалоболиха кажется Вот Так, этот поворот сделали Опять продолжаем вперед ехать Вправо не уходить Вот сейчас будет поворот на ребриху Вот смотрите впереди как Бор Там щит И там вот вправо, которые оттуда машины идут Они на село идут, внутрь села А мы идем прямо Прямо, не поворачивая И это уже пошли на ребриху Все Вот они где эти дороги соединяются рядом Вот это вправо пошла на село Павловск А это прямо теперь на ребрихе одна трасса Никаких поворотов нету Красная Дубрава Вот дорога опять идет Вот проехали мы село Красная Дубрава У вас какие воспоминания-то об этом селе? А вы раз не живете, никакой Вот когда заключенные сидят И начинают думать о домашних Там называется гусей гонять Когда вернулся Дал все показания И решили гусей записать А тут гуси И Леша Решкунов Мы длинные провода от магнитофона Длинные-длинные распустили Один гусей гонит, а другой записывает Вот в этой Дубраве мы записали Чтобы на фоне Ровозих или бежи Вот так С правой стороны Мы проехали сейчас Это какие-то фермы, коровьи А вот рядом тут и мост И написано уже здесь рядом Вот прям на Рогозиха Вот посмотрите Это справа Сено Осталось Все развалено Как война прошла Вот спереди Вот видите Как телевышка Какая Вот телевышка Это чтобы свериться Правильно ли едут Это никак не помешает Какие-то приметы такие А то издалека Нынче хотели люди Привезти детей в лагерь А может придется ехать На своей машине Из Казахстана Из Киргизии Вот так Клочки Вот она Телевышка Там написано было Клочки Наверное Клочки Клочки Ребрехин Рядом тут и Заправка Сейчас маленько Приоткроешь Я на храм Наведу Прямо с дороги Его видать Вот Это клочки Ребрехинского района Это вот мы сегодня едем У нас 13 мая На день деревни Который будет 15 мая 2016 года Вот видите Рядом тут скотинка Позьется Все может закрыть Поворот сейчас будет Моравлянка Мы тут были Так это были не клочки видать Клочки Клочки Что же я просмотрел Почему Храм-то сняли же Ну да Но храм-то я не увидал Вот еще поворачивает Как дорога одна Без всяких Развилок Очень легко Ехать А тут Как болото Всякая живность Птички Кулики Чибисы Утки Подъезжаем К Ребрехи Ребреха Есть станция И село Станция Влево Вот влево Показываю Влево от дороги Если ехать на Потеряевку Из Барнаула А здесь село Большое село Около 20 тысяч Население тут Тут были Благовестия Вот Из Барнаула Примерно Как бы на 3 части Разбивается дорога Самая длинная Это почти 60 До Павловска От Павловска До Ребрехи А от Ребрехи 45 до Потеряевки Ну От всего От Барнаула 156 километров Считай По 50 километров В среднем Если так брать Дорога хорошая Но там 16 километров Будет Проселком Если не погода Дождь Затруднительно Вот сейчас Я как раз говорю Подъезжаем Напротив Ребрехи И тут будет разворот Где правильно проезжать Тут заправка есть Ребреха Посмотрите Слева идет Слева идет Полоса Вот сейчас подъезжаем К Ребрехе Ребреха слева будет Село Вот посмотреть какая А вот Дальше Высоковольтная линия Самая высоковольтная В мире Миллион двести тысяч Но На деле Она работает Где-то на 750 Так и по 100 Гонит энергию И мы под нее Мы под нее будем Подъезжать Под эту линию Когда направо Вывернем Она идет справа Высоковольтная линия Запомните это Под нее обязательно Мы поднырнем А сейчас она далеко Идет Там кажется Изоляторов 18 или 20 На каждой Висит Это вот Ребреха Тут Можно заправиться Горючим Горючим Ну смотрите Как дальше Дорога Идет Вот мы проезжаем Тут справа Полиция Вот написано Полиция Вот синенькое Такое Дальше Мамонтов Это наш район Восьмось Тихонадписи Вот наблюдайте Какие здания Там уголь продают И вот сейчас Будет развилка Вот Ребреха Вон заканчивается Шарщина Туда не ехать А вот самая главная Трасса На Мамонтово Идет По ней так и идти Прямо 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 А это на свалку едут Вот здесь вот Дорога направо Шла у нас Шарщина А здесь Идет прямо Вокруг Ребрехи С разными поворотами Никуда видно Что это центральная трасса На Мамонтово идет Вот так ее прямо и держать Никуда не отворачиваю И она должна пересечь Железную дорогу А потом в обратном направлении Пересечь Вот так вот Видно будет где Так-то трясутся руки А тут еще Дорога такая Ну а Вокруг очень много Памятников Разбились люди Мы тут посчитали На 50 километров Где-то 18 или 26 Так это не все еще Которые Лгромная дорога Не горы Ну что Почему Неизвестно Каждый раз думаю То ли пьяные Заснули за рулем Или Или что Вот на ребреху Пошла дорога Нас это не касается Сейчас подъезжаем Переезжать будем Железную дорогу Я так через стекло Показываю Какие надписи Вот смотрите Вот железная дорога Как же из нее Надо перейти Будет Смотрите А все еще идем Из ребрехи Последний Третий Штрех Потеряем Вот пока Что-то копает Сделает Это Забалит Все Может дорога Туда и к нам пойдет С этой стороны Вот смотрите Как Прямо выходим Барнаул Кулунда Железнодорожный Поезд 613 идет Раз Около 9 с чем-то Вечера Отсюда Выходит Он с Барнаула Единственный поезд Который у нас останавливается На разъезде Подстепный Подстепный Ну и Когда тут все закрыли А здание осталось Мы его арендовали А тут послали На следующем разъезде Убрать здание Это хорошее здание Кирпичное А они пьяные были Это здание Это Железнодорожное Сломали Ну и все Вот Пожалуйста Железная дорога Мы потеряем На разъезде Подстепный Можно остановиться А вот тут Поворачиваем сейчас На село Подстепное Тут они готовят Ведьмова много Разных Сейчас Не знаю Даже как сказать Гравий Там Что Люди так Вверху поднимаются Это дурты Такие Готовят они Для работы На дорогах Там еще Или это Дорода у них так Будет пересекать Похоже Да Мост делает Это Мост Еще себе Вот это Да Это же не видало Это Подниматься будет И дальше Мост А дальше Впереди Сейчас Через это Покажу Через стекло Видите Как же Поднимать будут Дорогу Вот это Да Это не то Что потеряете Мы делали Там Это миллионы Стоит Очень Дорогое Удовольствие Дороги строить Вот А тут Впереди Село Паново Паново Называется И оно Километров Наверное Десять Идет В одну Ленту Спас Два Села Вместе Объединяются И вот Сейчас Они до села Доходят Село Не заезжать Поворачивать Сразу Вон она Машина Видно Поворачивается И мы Поворачиваем Паново Вон она Паново И вот Повернули И сразу Выворачивается Еще Сюда Вот Видимо Дорога Будет Сюда Чтобы Не было Крутизны И как Переезжать Вот это Они делают Дорогу Такую Сейчас И вот Здесь На повороте Мы ехали Полный Камаз Везли Рабицы И наша Машина Перевернулась Я Первый раз Попадал В аварию Ну Здесь У сиденья Завалило Внутри Машины Шофер Меня не Видит Тоже Испугался А у меня Руку задавило Я подумал Что отломило Ее совсем Ну Вот Дорога Выехали Мы Сейчас Почти Прямой Участок До Съезда Быстро Не Почитайте Ну Это Показано Сколько На Мамонтово Вот Сейчас Мы Дойдем До 73 Километра И Свернем Вправо На 73 Километре Там Видно Что От Рожек Идет И Камни Наваленные А тут Расширяют Трассу Подцепляют И Ребень Подцепают Видишь Как Пурый Ох Тут Уж Ничего Не Сделаешь Это Государство Нам Это Никогда Не Сделать Потеряю Справа Молодежная Рядом А На Левой Стороне Вот Это По Новое Идет По Новое В Одну Ленту Идет 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 И Потом Подцепно Выйдет Это Вот Такая Дорога Новую Дорогу Делать Удивительно Как Германии Еще Себе Я Даже Не Видал Давно Тут Не Был С осени Это Они Сейчас Делают Это Видать Трасса Какая Там Большая Будет Идет В Мамонтово И Дальше Еще Себе Как Расширили Они Ее Тут Яма На Яме Была Да Ровно До Чего Ну Пока Тут Деньги Не Берут За Это Вроде А Вот В Греции Там Километров 70 Проедешь Остановка Плати Если Там Кузов Твой Маленько Повыше Платить Больше Сколько За велосипед Сколько За мотоцикл У них Промышлен Промышленности Никакой Счета Нет И Вот Только Сети Этим И Живут Вон Вон Показано Впереди Что Там Проехать Можно Нет Все Машет Нам Можно Караули Хорошо Стоять Будет 73 Километр А сейчас Впереди Что По Нового По Нового Кончилось А подстепно Началось Вот Они Здесь Покажем Сейчас Вот Вот Да Дорогу Как Маленько Тряхнуло Коровки Пасутся Корова Корова Выходит Вот В Америке Ни одна Собака Не зайдет На дорогу Все Абсолютно Загорожено Метра Два С половиной Три Везде Не видел Ни одной Собаки Даже А у нас Ковмам Коровы Ходят Видим У нас Больше Свобода Мы Счастливые Люди Живем По своим Законам По прихотям А у них Там все Загорожено А толпу Ну У нас Зайдешь Если в лес Где бор Ну Первый Это метров Пятьдесят Пройти Нельзя Свалка Везде Но Задача Может И ягодку Найти А там Вообще Не зайдешь Никак Для ежей Для лосей Отдельные Переходы А мне Мне не Не понравилось Там У нас Лучше Где Крапива Растет Под окном Никто Меня Не тревожит А там Живо Подберут Тебе Губы Вот Самую Высоковольтную Лению Прошли Вон Она Осталась Еще Раз Покажу Смотрите Вот Сошли Теперь Идем После 73 Км Метром Стоп Проедешь Справа 73 Столбик Стоял Промалькнул Быстро Ну А тут Видите Как Вода Вот Уже Надо Смотреть Где Проезжать Вот Так Ну А когда Долго Дождей То Нет Дожди То Были Вчера Только Дождь Был Дождей Нет Так Она Тут Дорога То Нормально Вон Где Она Дорога Идет Ее Там Герегером Разглаживает Женя Все Время Ну Господи Благослови Видите Как Мотает Машину Вот Наша Газель Витя На ней Ездит Он Говорит Она Как Танк Идет Ну Это Танк Это Похвала Похвала Но Только Горючее Много Лопает Вот Как Идем Видите Там Дорога Там Она Видать Она По Другому Выглядит А Сейчас Пока Едем По Травяной Вокруг Вот Сибирские Околки Вот Так Они Выглядят И так Береза Считает Русское Дерево Везде Береза Мы Даже Не Понимаем Какая Она Красивая Мы Так Привыкли К ней Тут Был Знаменитый Всемирно Известный Футболист Пеле Его Спросили После Посещения России Что Вам Больше Всего Понравится Он Ответил Березки Ему Подсказали Как Звать Ну Теперь Надо Смотреть Куда Выезжать Господи Благослови Вот Видите Как Вот Проезжаем Мы Скажем Где Самый Трудный Участок Вот Когда В лес Войдем Придется Ну Сегодня Дождя Не было Боленька Подветрило Ну Вот И Решай Теперь Видите Я Через Переднее Стекло Показываю Тут Без Двух Ведущих Нечего Делать Сейчас Показали Такая Техника Проходит Четыре Оси Все Ведущие И Как Она Поднимается В ров Высотой Метр Берет Свободно Все Четыре Ведущие Ну Конечно Высокая Такая Посадка У него Огромный Огромный Автомобиль Идет Под воду Только Что Шофер Не утонет То ли Закрывается Или как Как-то Была Выставка Какие Машины Но Японцы Долго Смотрели И все Ахали И охали До чего Русские Умные Люди Любую Машину Сделают Только Чтобы Дороги Не Делать И даже Через Бревна Переезжает И по Горам И по Болотам Вот Видите Как Я специально Показать Хочу Ну Через Стихло Может быть Не очень-то Видно Будет Ну Понятно Тут Искусство Большое Нужно Шоферу Тут Спать Не будешь Вот так Вон Куда Идет Как Мы Выберемся Тут Надо Проверить Чтобы Нигде Нам не Застрять О А потом отреста пройдем на ту сторону околка и там попроще уже пойдет ну как то с разгона или как вот так ведь это все не главное еще главное впереди а полочек там будет эти машину заносит туда-сюда а по траве поехать там-то вообще не знаю еще как может быть яма это жени и и подправляет тут вообще проезда не был ко мне накидал маленько утолкло вот тут наверно надо смотреть след куда идет самому уже тут не не выбрать место где вот мы эти околочки проезжаем я уж трачу пленку на этом если не погода тут уже ничего не сделаешь что-то да не проехать вот такого овощик вот через него проезжать надо а там когда проедем там даже поля начнутся там уже легче вот она как вот и неужели проехали это удивительное дело не так и трудно прошли господи благослови вчера игорь узнанил барабашон вид проедете вот видишь прошли я позвоню когда пройдем железнодорожную это полотно сразу дам знать что мы рядом вот какие околки тут сколько 200 у него гектар было кажется кукурузы позапрошлом году и не убрали ничего не погода вызрели подсчатки отличные и еще уже нельзя было сделать то вот так вот идет вот такая дорога мы идем все время помнить надо мы идем железной дороге пока ее пересечем пересечем и сразу влево прямо чтобы левый бог скоблил железную дорогу да там дорога одна вот сейчас пока этого жени долгого объезжаем полях если трудно будет он прямо может по дороге ехать вот тут дорога прямо да надо обойдет просто участок этот видимо тут лучше раз поехали не знаю ну ладно ладно ничего ничего главное чтобы проехать не застрять вот трапка это и видите как мотает она вот а просто охватывает его с этой стороны там он распашит там дороги то не будет там-то пахота она еще хуже потому что пахота а тут все же не пахота дорога подождите камеру вот запись теперь вот подъезжаем вид настроение небольшое вот я открыть могу показать вот этот еще не видать вот это вправе сейчас дорога вон там вдалеке видно где деревья это железная дорога идет мы даже и будем пересечь вот видите по возвышение какой ее строили дорогу началась перестройкой и все забросили ставишь накладывать большие налоги на как гейдера них перерезали и все помните с вами то ездили прямо туда упомянули ну а теперь смотри волне отвлечка и отвлекать еще вот это грязное место вот это вот он до тех березок за ними уже к верху пойдет и там видном далекие столбы железная дорога мы к ней выходим то есть фактически все опасности будут позади как сейчас он с пересечем это вот это слава тебе господи смотреть надо куда может быть объехать правее было смотрите сами вот тут не знаешь как ну тут немножко еще вот это только пересечь и все можно с разгону брать как угодно можно вот этого на железная дорога видать уже сейчас вот это насек вот это уже насыпана была дорога уже делалась и далеко уже прошли они и все забросили если вот государство то решила провести ну уже начато было вот оно где видишь как возвышение а ну-ка откройка маленькая чуть-чуть я успею вот видите большая насыпь вот а впереди железная дорога все закрывает вот я показываю сейчас вот она идет железная дорога по которой я все говорил теперь мы в обратном направлении даже ее пересечь а то что тут еще до дорога все фактически тут уже не будет только за ли за линии там немножко а уже все прошли вот подходим уже на дорожному переезду это для нас важная веха у нас так принято если же дорожный переезд там написано стоп полная остановка чтобы наших чтобы не заштрафовали сам смотреть надо за этим они как-то фиксирует это делай там перелавливают вот так поворачиваем по переезду вы запомните переезда потеряю а вот этот на барнаул справа на барнаула влево на кулунду все тормознул дальше поехали уже нам не придерутся мы свидетели и сейчас как переехал сразу влево там дорога не идет влево но налево направо посмотреть надо нет поезда поспешите на то теперь влево и все одна дорога потом поворачивает смотрите как а прямо идет это на урывку там на шарщина кто оттуда ездит бывает но тут уже мы никогда не застревали такого не было считается что мы уже дома там есть незинка где телефон не берет серёжа ты телефон и дать чтобы позвонить стучи какой беды мог визиточку подари и там телефоны не дай бог застрянете обратно то она не груженая будет надо мы ему обязаны позаботиться вот она железная дорога влево идет прямо вдоль ее и идем ну и вот подъезжаем где было разъезд здания были все тут поломали и вот сейчас как дорога идет показываем здесь школа была два магазина все разрушили все и были особо назывались стратегического значения хлеб хлеба приемные пункты тут много хранил сейчас ничего нету одни развалина то есть если война на день день нету не хлеба ничего нету вот видишь как вот я через стекло показываю как пожалуйста вот рядом лесополоса вот разъезд был сказать ну подтепный так и назывался он теперь видите как оба вокруг обходит а вон далеко там видать строение самого как-то она называлась там зерносклад зерносклад вот как много зерноскладов было там все разломали все большую роль тут немцов сыграл закрывали разъезды переезды люди далеко должны были ездить сейчас даже я не знаю не в корщина нигде нету что контейнер не придет нельзя даже нигде не говоря про нас тут остановка нет никакой для товарника кажется даже в ребрихе нет надо в барнаул ехать нанимать машину и все то есть все сокращает денег нет страна бедная оказалась вот опять вещи горела нынче видно опять горела все вещь как обгорела и свежая ну кто-то же поджигает это но хвощи покосы кто-то поджигает там видно какие-то домишки стояли осталось что-то вот дальше он идет лесополоса впереди вот по ней придется вниз спускаться дальше он околочек прям за ним сразу вплотную потеряем к вот если побольше покажу сниму ну не видать ну-ка пусть и маленьких вот она как посмотрите деревья какие ну какие пустые деревьев то нету клён вот здесь какие-то как бы здания вот оно что было ну а потом сейчас мы увидим разваленность самые большие строения были здесь и водонапорная башня была и склады и хлеб стратегического назначения как мы говорили неприкосновенные запасы а сейчас ничего нету все и вот она когда будете ехать чтобы видно вам было вот они развалины развалины я не приближаю потому что так трясет вот и вот взяли копали вокруг вот это ямки лежат это фермер это арендовали пока склады были и чтобы никто не заезжал прокопали ров а потом то все убрали через год и аров так и остался не подъехать ничего и землепользование земля выброшена то есть варвар стопроцентная так закрывай закрывай вот сейчас мы подъезжаем вот катались а полосе она прямо поворачивает потеряевки вот отсюда ну где мы показали там первое строение будет то нашего дома четыре километра но тут ними мне больше трех километров осталось примерно так а он дальше видно это железная дорога она идет прямо мимо потеряевки мимо напрямую километра два от нас боролку лунда как это тогда удивительно было ничего не было и вдруг железная дорога мы боялись ребятишки нам говорили туда засасывает ветром под колеса так мы стояли рядом за столб удержимся когда поезд идет а поиск скорость километров 30 было сначала вот это наше детство прошло здесь вот вот впереди роща в это рощи кладбище отцов наших и дальше деревню он все идем вниз проходить до самого конца и там по новой дороге пройдем ташки какие-то вот а леса полоса она небольшая не полная но чтобы знака она справа остается мы повернули от железной дороги перпендикулярно вправо и вот сейчас идем вот впереди роща березовая за ней прямо за ней вплотную потеряевка она была когда-то роща посреди деревни а сейчас тот конец то вот где растут деревья вон там видать отдельно это означает напротив домов росли ворона сопровождает коршуна гонит его вон она его гонит как он не рад что с ней связался она активная такая вот тут мы уже дома вот где влево сейчас отросток идет это когда дороги тут не было потерять которую в прошлом году сделали ездили через кладбище и вокруг этого околочка вот она колочек правильного колок звали хотя его пишет колок вот она эта дорога отворачивает здесь нам не надо прямо 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 идти никуда не надо нынче уже нет нужды объезжать мы дорогу тут сделали вот она дорога идет тут похоронена моя мама бабушка отец уехал во фрунзе там в киргизии могила его вот прямо прямо вот эта вот дорога идет в объезд влагов нас заблокировали тут в шарщина вот посюда ездить и в корщина даже посюда а это вот одна ямка на пути и и как-то объехать и все там видно народ дорога объезжают он влево кажется просто не искушаются а когда сухо тут ничего нету все напрямую в деревню вот этот деревья которые растут впереди видно это все напротив домов стояли деревья росли после деревня если разрастется будет большая тут эти деревья на рокорчевать будут новое посадят в основном это тополя вот они растут тополя мы знаем фамилии кто здесь жил тут рыжковский пруд там дальше есть вот вот я показываю сейчас это потеряева была приезжала и такие титов на их раскулачили всех 10 миллионов крестьянских хозяев сталин погубил сразу россию отбросили за рабовладельческий строй туда в неизвестное прошлое никто ничего не знает с нуля все начинать надо учиться вот она идет вот подъезжаем деревне будут кротовые норы кучи игорь его на навозил навоз и разравнивать его труженик тут уже по тоже он навоз увозил он сколько навозил а здесь вот дорога идет влево вон где мы начали кончили ее уже видать наша дорогах очень и очень дорогая дорогое удовольствие вот тут теперь надо проехать вот вот все заехали вот наша дорога вот мы и делали тут глину потом песок но потом надо тут смотреть еще подровнять и щебенку вот сколько щебенки привезли 237 тысяч отдали за нее а вот какое получилось у нас озерко вот она а тут еще не было душа одна была вот храм направо а теперь сергей командует там к нам проехать как вот этот батюшка живет у него наверху молились вот тут люди живут видите как топят вот на две стороны деревни смотри где то чтобы не застрять тут прямо наверно правее надо или прямо где тут дорожка то ну поедите вот слева тоже небольшой прудок сделали мы два бульдозера наняли а тут камнем выложили ну вот так ну и тут хоть как надо проехать этот почти дома вот проявите электричество большое напряжение дали приехали но значит мы счастливы где-то в государстве он коров выгоняет пасти наверно мы приехали вовремя вот теперь смотрите уже правее надо чтобы влево не забрать вон там стоят там ребята ждут нас наверное снимают нас вот коров коров выгоняют дома мы дома дома кто там снимает никита снимает вот наша огонь ворота показывает где поворачиваете поворачивать туда вот снимает здесь да еще фотографирует ой 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 давай дохай летали тут так подождите я вылезу потом разгружать давайте ну что не ждали на все снимают нас ой давайте давайте снимайте с машины все выгружайте помогайте быстрее но спаси христос ну выключай все тут одного хватит а а дальше вон там от березки где-то наш лагерь туда идет он там дальше видать его лагерь а дальше там роща была самая большая новозоринская сожгли видать те кто там ермашишинске корчинске это самое самое большое число тут березовых рощ было около потеряевки вот видите как там уже вот сюда по сторонам разгрузите а потом разнесем что машина могла выехать так мои сумки там забери из оттуда вытащи вон туда к дровам отнеси татьяна кузьминишина здесь шофер помогают володя все приехали вот нас так просто теперь не возьмешь вы дома это серёжа сумку моего он туда поставьте дрова чтобы я не искал все ласточки летают все грачи летали да как сеть мелькали вон на той горою фет афанасья афанасьевич но все от приехали о познакомились здорово так